Дмитрий, Спартак продолжает участие в турнире, подготовку к сезону, но мы до сих пор не видели ряд футболистов, не участвовали в матчах, также, наверное, они не принимают участие в полном объеме и в тренировках. Расскажите, как ситуация обстоит с травмами, с повреждениями в команде. Артем, добрый день. Продолжаем подготовку, правильно сказали. Динамика позитивная. Футболисты, которые восстанавливались после тяжелых травм, постепенно у них нагрузки возрастают. Кристофер Мартинс, наверное, чуть ближе к окончательному восстановлению, чем Виктор Мозес. Но, тем не менее, по обоим врачи строят осторожные, но оптимистичные прогнозы. По Умярову тоже самое могу сказать. Никакой здесь спешки не нужно, конечно. Опять же, мы много раз говорили, что этот турнир – это этап подготовки. Это не турнир, ради которого строится эта подготовка, а это, наоборот, инструмент этой подготовки. Поэтому всему свое время. То есть, с большой долей вероятности можно утверждать, что ни Умярова, ни Криса Мартинса, ни Мозеса, тем более, мы на этом турнире в играх не увидим. Ну, давайте посмотрим. Сегодня матч, 10-го числа матч. Но, я скажу так, рисковать лишний раз, чтобы там поскорее игрок появился на поле, никто не будет. Если тренеры посчитают нужным кого-то выпустить, дать кому-то, там, 15-20-45 минут, это произойдет. Третий сбор у Спартака запланирован в Турции. Сегодня из Турции целый день поступают очень тревожные сведения. На связи ли вы с организаторами? Как там мониторинг ситуации и так далее? Ну, конечно, да, мы на связи с организаторами. Трагедия, что тут, скажешь, стихия. Такое бывает, к сожалению. Но, насколько я понимаю, все-таки это произошло в другой части страны, не там, где обычно команды проходят сборы. Много российских команд сейчас находится в Турции, наверное, умеясь не им задать вопросы, как там. У нас запланирован сбор в Турции с 14 февраля. Время еще есть. Посмотрим, держим руку на пульсе. Пока ничего не отменялось. Ну, опять же, Квинси Промис всех интересует. Новостей относительно его точного присутствия или неприсутствия в Турции по-прежнему нет? Да, сообщим официально, если что-то изменится. Мы сейчас вернемся в Москву. Обязательно проведем в Москве, я думаю, несколько, там, 2-3 тренировки вместе с Квинси, разумеется. Тренеры посмотрят на его состояние, посмотрят на него вживую. Да, они получают все данные в режиме онлайн, естественно, но все-таки живое общение, оно лучше. Как обстоят дела вот с этими скудами, если есть информация такая, насколько будет увеличена посещаемость открытия арены? Я говорил в тот раз, я не помню кому, вам или не вам, что вопрос будет решен, работы по большей части уже завершены, идет тестирование систем, так что все должно быть нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова